Добрый день, дорогие друзья, любители шахмат. Сегодня начинаем трансляцию девятого тура турнира претендентов, как обычно, с нашей предматчевой аналитики. И большая честь для меня приветствовать на нашем эфире магистра «Что, где, когда» четырехкратного обладателя «Хрустальной совы» Максима Поташова. Максим, здравствуйте. Добрый день. Нет, это для меня большая честь, что меня Александр Костиненко позвала в эфир. И, на самом деле, повод для такого стыда, да, за то, что я в шахматах вообще ничего не понимаю. О чем мы с вами сегодня будем разговаривать, ну, жизнь покажет. Да. Добрый день, дорогие зрители. Я тоже с вами поздороваюсь. И к вопросу о чести для меня действительно тоже двойная честь, что Максим Аскарович сегодня с нами. И я думаю, что мы обязательно найдем о чем поговорить. Ну, хочется в первую очередь, конечно, спросить нашего Ажема, гостя, насколько внимательно вы вчера следили за первым туром после возобновления. Как в целом оцениваете возобновление турнира претендентов после такой паузы? И собираетесь ли следить внимательно также и в дальнейшем за его ходом? Ну, на самом деле, как оцениваю, во-первых, замечательно, что турнир все-таки возобновился, потому что сомнения у нас у всех были, как это все повернется, да. Ну, слава богу, что игра продолжается, что вроде бы все игроки здоровы, бодры, не знаю, насколько они в боевом настроении, эта жизнь покажет. Но сам факт тоже хорошо. Следить вчера следил. Ну, другой вопрос, что все-таки мне, как чистой воды болельщику, да, который в самой игре мало что понимает, да, следить за классическими партиями неотрывно, очень сложно, да, слишком медленно весь этот процесс происходит. Поэтому, естественно, я вот включаю партию и периодически туда заглядываю, смотрю, что происходит, читаю комментарии. Вчера в таком режиме была включена партия Карванова Шелограф, и действительно это оказалось самой такой увлекательной из всех партий. А вы угадали, сразу ее включили или уже включили, когда события на доске стали разворачиваться бурно после хода Ц3? Нет, я сразу ее включил. На самом деле не сразу, не с самого начала, но когда уже Каруан отдал три пешки, да, тут уже было понятно, что надо смотреть внимательно, там что-то явно происходит такое нестандартное. Действительно, да. Вроде все было относительно спокойно, и даже на доске Алексея Когрещук было все до некоторых моментов очень спокойно, как мне кажется. А там сразу была борьба. И не только, не только, да, вам так казалось, потому что мы тоже большую часть эфира, если честно, за партией Алексея Когрещук смотрели не так внимательно, а потом там развернулась действительно большая борьба. Ну, скажу честно, что в партии Каруана, ваш Елограф, мы и сами не очень хорошо понимали, что происходит. Мы там два часа пытались понять оценку этого Эдсполя, еле-еле поняли. Но мне кажется, со стороны, вот насколько вот вам запомнилась эта партия в сравнении с другими партиями, может быть, за последние годы, какие-то яркие впечатления из шахтинных турниров? Во-первых, там действительно очень важный момент, судя по всему, что двое вчерашних победителей играли практически меньше всех вот в этот перерыв. Да. Каруана еще мелькал в каких-то турнирах, то Кирилл, по-моему, вообще не играл нигде, никак. Да, я где-то даже пошутил в каком-то обсуждении в Фейсбуке, что Алексей, наверное, сейчас самый опасный человек, потому что что он там затаился, что он там придумал, никто даже предсказать не может. Вот. Но оказалось, что вот Каруана что-то такое придумал, явно у него там все очень глубоко стояло на доске, и явно мой французский тезка был не очень готов к этой теории и пытался что-то придумать на ходу. Вот. Поэтому сейчас, наверное, главный вопрос, уже отвлекаясь от той партии, сколько еще у кого домашних заготовок? И какого масштаба, да? Потому что действительно вчера была прям попытка опровержения варианта Найдерфа, она, конечно, не удалась, но тем не менее проблемы были поставлены, эта попытка помогла выиграть партию. А я хотел бы заметить для наших зрителей, насколько наши уважаемые гости в курсе всех трендов, потому что вчера Эмиль Сутовский в своем Фейсбуке как раз отметил этот момент, то, что вы сказали, о том, что действительно побед добились два участника, которые меньше всех играли и которых вообще не было видно. Вот мы вчера... Я не уверен, что меньше, чем Ван Хау, например. Ну, скажем так, меньше других. То есть если мы постоянно видели Яна, Гири и Грищука в онлайн-турнирах, то, пожалуй... Китайцам, кстати, было очень тяжело, Саш, в онлайн-турнирах. И пока вообще непонятно еще, приехали ли они на турнир претендентов или не приехали, пока не совсем понятно по их первой партии. Но, по крайней мере, Кирилл приехал, и Кирилл здесь. И вот эта драматичная вчерашняя развязка партии Алексеенко-Грищук, как она вам, с чем вы это связываете? Ну, скажем так, опять же, у меня взгляд чисто болельщика. Болел я, безусловно, за Грищука в этой партии. Ну, просто потому что все-таки, какие бы ни были заготовки у Алексеенко, я не думаю, что он будет на что-то реально претендовать в итоге. А Грищук мог бы, конечно. Ну, а с другой стороны, единственный плюс от этого, я вижу, в том, что теперь точно никто не обвинит русских в сговоре, как когда-то там. Да, там пресно-памятные времена. А в итоге наши все сговорились и расписали между собой. И играли на того, у кого лучше стойки. Здесь уже явно этого не происходит. Ну, слава богу, наверное. А где-то, может, и жаль. Где-то, конечно, жаль. Тем более, да, я расскажу нашим зрителям, кто не в курсе, что Максим Аскарович болеет за ЦСКА. И мне кажется, Александр Крищук тоже известный болельщик ЦСКА. Я, кстати, не знал этого. Да, он самый, наверное, ярый болельщик ЦСКА в шахматном мире. Так что я думал, что ваши симпатии точно будут на его стороне. Нет, я с ним не знаком, к сожалению. Да, я многих там, родащих шамотистов знаю. Вот Крищук, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю его пристрастиях, а болею все-таки за спартаковского болельщика. Я как раз хотел спросить по поводу этой партии, раз уж мы так... Я хотел чуть позже о ней спросить, но раз уж мы к ней пришли. Сегодня у нас российское дерби, как раз Крищук не помнящий. То есть вы сказали, что симпатия на стороне Яна. Ну, понятное дело, что здесь мы будем болеть за обоих участников. Ну, Ян для нас особенно близок. С точки зрения... Я знаю, что вы проводите очень много семинаров по принятию решений, по развитию мышлений. С точки зрения вот именно принятия решений и, так скажем, риск-менеджмента, как посоветуете быть Яну в ситуации лидерства турнира претендентов? Вы знаете, тут ситуация скорее не из моей сферы, не из области принятия решений, которая все-таки вещь достаточно рациональная. А тут скорее нужен психолог очень сильный, который бы... Вообще я считаю, не знаю, как Ян воспринял мой совет, но я бы хотел, чтобы он поработал с каким-нибудь серьезным психологом. Потому что, с моей точки зрения, его главный недостаток – это некая психическая нестабильность, которая проявляется не в жизни, а именно в игре. Мы много раз видели, как в какой-то момент что-то там перещелкивает, и он начинает совершать странные действия после блестящей проведенной партии. Потом его перещелкивают назад, и он начинает ее героически спасать. Бывает такое склошь и рядом. Ни раз, да. Да, это, с одной стороны, в чем-то здорово, потому что за игрой Яна почти всегда очень интересно смотреть. То есть там драма часто встречается в партии. Но поскольку я с него болею, мне очень хочется, чтобы он дошел до финального матча хотя бы с Карлсоном. Хочется, чтобы у него была какая-то такая база психологической стабильности за спиной, которая помогает. На самом деле, очень интересный совет, который у нас в шахматном мире практически не звучал. Как думаешь, Саш, насколько это может быть актуально? Ну, мне тоже, да, казалось, это актуально. На самом деле, я часто чувствую, что я не сравниваю Яна по гениальности, по именно шахматному таланту с собой, но вот по психологическим проблемам, мне кажется, мы часто сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Вот именно такого плана, что самый главный противник – это мы сами. Для такого рода игроков, как вот я, не помнишь, как я считаю, я сама. Потому что если все хорошо, если в отличном настроении мы подходим к борьбе и к партии, то здесь уже не важно, кто напротив тебя сидит. Так что вопрос интересный, но не так просто, наверное, его осуществить. То есть осуществить легко, но работа с психологом – это же, мне кажется, еще более тонкая материя, чем даже поход просто к врачу. И тут принцип «не навреди» очень актуален. А тут действительно какие-то очень тонкие вещи, потому что как раз по жизни, как мне кажется, я, мы с ним неплохо знакомы, уже не первый год, по жизни он достаточно психологически устойчивый человек. А вот эта ситуация за доской, она какая-то другая. Это немножко другая жизнь, и человек там проявляется немножко иначе, чем в обычной ситуации. Поэтому тут какие-то совсем тонкие настройки должны быть. Да, но, безусловно, задуматься об этом можно, потому что вот этот небольшой момент, небольшая какая-то настройка, изменение часто своего внутреннего какого-то мира может привести к большим результатам. Но, правда, как в сторону плюса, так и в сторону минуса. А что мне интересно… Да, Максим. Да-да-да, тогда не буду влезать. Тогда как раз уж, раз у тебя это встает вопрос, у нас наперебой вопроса. Ну ладно, давай ты тогда начнешь. Нет, просто Максим начал с того, что он не очень… Ну, уровень шахмат, может быть, невысок, не столь высок и так далее. Но по комментариям и по вот вашей беседе с Евгением я вижу, что очень внимательно и пристально следите за шахматным миром. Да. А какой же все-таки уровень, если не секрет? Никакой. Еще раз повторю, никакой. Я вообще, вот, человек не умеет играть в шахматы. Да, мне в шахматах интересны люди и то, как они проявляются. Да, а то, что происходит на тоске, это скорее повод. Ну, вот, как-то так. Ну, сами вы играли в турнирах? Нет, нет. Ну, то есть в каких-то… Даже не в турнирах. Никогда. Никогда, да? Но, тем не менее, вот партию Каруана, ваш географ, следили за ней и обсуждаете с удовольствием? Я умею читать, да, я читаю комментарии умных людей, да, и делаю для себя какие-то выводы. Да, но тут, что касается обсуждения, я, на самом деле, когда разговариваешь с удающимися знатоками, то есть, вот, говорите, что нет уровня шахмата, но при этом мы практически обсудили ход С3 в варианте Найдерфа. Да. Да, 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 причем невзначай. Ну, Дени, а вот это уже слова, которые мне мало понятны. Нет, я их знаю, да, я знаю, вариант Найдерфа, но это уже на уровне вот такого очень поверхностного представления. Да, ну, крайне, на самом деле, будет любопытно, как будут себя вести сегодня. Вот как раз по поводу Горщук, не помню, чем немножко поговорили, я как раз хотел спросить, вот вы сказали, что упомянули, что знакомы с Яном не первый год, а как вы пересеклись, как вы познакомились, это секрет или как так? Получилось. Просто было для вас, Евгений, это страшный секрет, я понимаю. Да, да, да. Да, 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 да. Нет, ну как, в какой-то момент жизни я написал мне мессенджер в Фейсбуке, я не помню, когда это было, 5 назад, и сказал, а вот мы шахматисты, мы при этом играем что-либо, когда, там, в таких турнирах, у нас есть команда, которая называется «Бешеная ладья», а сыграйте как-нибудь с нами. Вот. Ну, это Ян, это самый настоящий Ян. Молодой человек был случай в жизни, да, я всю жизнь его запомнил, мне это очень просто страшно стыдно. Я гулял по парку с ребенком, по-моему, а когда подошел молодой человек, очень такой подтянутый, спортивный, делал футболки с девушкой и попросил со мной сфотографироваться. Я сфотографировался, а потом девушка мне тихонечко говорит, а вот знаете, кто это? Это гроссминистер Кореякин. И мне стало дико стыдно, потому что я, на самом деле, знаю Сергея в лицо, да, я вообще представляю, как выглядят гроссмистеры, да, я долго извинялся, но не за что говорить как-то. Но мы с ним тоже познакомились, немножко общались, вот. А тут, естественно, когда мне написал Ян Непомнящий, я, конечно, был польщен самим фактом этого обращения, и, конечно, несколько раз играл вот с Яном и с вами Евгением. Да, я помню, я помню эту игру под большим впечатлением, да. Вот, поэтому, да, но с тех пор как-то вот мы с Яном довольно много общаемся, он очень любит придумать вопросы, что-то, когда, и нужно мне их задавать. Особенно это было весело, когда шел, по-моему, чемпионат мира по Рапиду Блицу, и он, по-моему, даже лидировал после первого дня. И где-то в три часа ночи он начал мне рассказывать, что он придумал такой вопрос, я с ума сошел, спите завтра играть. Ну, как-то, по-моему, обиделся, и начал эти вопросы задавать еще кому-нибудь. Я не удивлюсь, если честно, что если Ян будет лидировать перед последним туром, то он, пожалуй, нас еще спросит, может быть, перед последним туром пришлет какой-нибудь вопрос. И это, да, это в его духе, это будет очень любопытно. Ну, раз уж зашла эта тема, я буквально один вопрос задам, я знаю, что вы очень помогали в тестировании нашего проекта «Честа человека», и, естественно, ваш взгляд, он наиболее ценен для нас. Но вот я знаю, что несколько, может быть, понятное дело, что с некоторой долей скепсиса все это воспринималось. Но как вы думаете, такой проект вообще имеет право на жизнь? Ну, с одной стороны, идея отличная, и когда вот эта идея только появилась, она мне очень понравилась. Другой вопрос, что к реализации, у меня есть некоторые вопросы и сомнения. Не все мне там понравилось. Но, с другой стороны, понимаете, любая такая игра – это довольно авторский проект, и глупо указывать авторам, да, предлагать им свое видение. Ну, вот они видят так, и хорошо. Главная проблема проекта на сегодняшний день, как мне кажется, что тема несколько исчерпалась. Есть такой момент. Если будут еще вопросы про шахматы и продолжать эту историю, боюсь, уже на третий цикл будет крайне сложно. Да, потому что, мне кажется, уже вопросы про фишера уже, мне кажется, задавать уже почти невозможно, но мы, конечно, постараемся, но, тем не менее, есть такой момент. И в любом случае, огромное вам спасибо, что принимали участие в этом проекте, хоть с позиции, так скажем, тестера, по-моему, так скажем, человека, который рекомендует… Там несколько вопросов на них было. Да, и несколько вопросов. В любом случае, это для нас огромная честь. Ну, а возвращаясь все-таки к турниру претендентов, второй мой вопрос был связан с тем, что мы вот обсудили предстоящую партию Грищук-Непомнящей, да, у нас потихонечку можно будет двигаться к партиям второго тура. Партия Грищук-Непомнящей, а вот партия Алексея Покруана. Что вы от нее ждете? Ну, как? Я вообще, наверное, пошутил вчера, что я буду абсолютно доволен, если, собственно, Грищук и Алексеенко сыграют, как вчера. Да, получат ровно столько же очков, сколько они получили вчера. Это будет оптимальным исходом. Вот это, кстати, красиво, да? Да, да. Не все согласятся, наверное, на это. Да, не очень верится, правда, в это, но посмотрим. Вот вопрос один, согласятся ли с этим Грищук и Круан. Да, 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 я понимаю, что могут не согласиться. С нашими уважаемыми зрителями мы, может быть, как-нибудь договоримся в этом вопросе. То есть, вот как, на ваш взгляд, вот с точки зрения, опять же, психологии, Алексеенко будет проще играть теперь или он попадется, так скажем, в ловушку раскрепощения и может где-то пойти слишком вперед и начать проигрывать? Как вы думаете? То есть, чего вы от него дальше ждете? Вот трудно, потому что я совсем не знаю Алексеенко как человека, да, не понимаю, что у него на таком психологическом уровне происходит. Поэтому тут невозможно оценить, может быть, по-разному. Вообще, на самом-то деле, он в очень хорошем состоянии, в очень хорошей ситуации весь турнир. Над ним ничего не, так сказать, ничего не дарит, да? Нет никаких обязательств перед самим собой, да? Для него любое набранное очко – уже победа, уже радость. Поэтому мне кажется, что ему проще, чем остальным, не выстраивать турнирную стратегию, а играть каждую отдельную партию, вот, и пытаться сыграть ее как можно лучше. А этот подход, он часто приводит к хорошему результату. Но, конечно, похоже, что на данный момент самый опасный игрок в этом турнире – это каруаны. Это надо понимать, и сегодня Алексеенко будет очень трудно. Да, вот как раз к этому вопросу вы как раз сами, собственно, проложили к нему мостик, к следующей мысли, что я как раз хотел спросить, вот с точки зрения Яна, с точки зрения болельщика Яна, какой результат, мы вчера пытались это в эфире выяснить, но так и не пришли к единому мнению, какой результат партии Вашьела-Граф Круана, точнее, Круана-Вашьела-Граф, на ваш взгляд, был выгоднее Яну? Я думаю, что лучшим вариантом была ничья. Вот мне почему-то тоже так кажется, несмотря на то, что вроде бы Ян стал единоличным лидером после этого тура, то есть все-таки, мне кажется, с одним Вашьела-Графом проще было бы бороться как-то. Такое ощущение. Нет, ну, понимаете, тут ведь как, даже ничья, в общем, не выбивала каруану из борьбы. Там же все очень близко. Там перед вчерашним туром, там все были в двух очках. Да, это, ну, два очка это еще много, а вот одну очку совсем нечего. Сейчас два с половиной, да, но это все равно еще играть и играть, и поэтому вообще рано какие-то прогнозы делать. Ну, так по ощущениям. Ну, на самом деле, что важно, с моей точки зрения, есть еще один человек, который, по-моему, сейчас очень опасен, который чуть не лучше всех играл в этом межсезонье, да, и этого вчера Ян не пострадал, уже хорошо. То есть вы считали, что опасная партия именно с гирей в первом туре? Ну, да, в общем, да. Ян играл белыми, да. Мне кажется, Ян вчера грамотно построил партию, то есть не получилось, ничья – это хорошо, на самом деле. Когда ты лидируешь, умение сделать быструю ничью, мы как раз с Катей Илагнов вчера в эфире подискутировали немножко на этот счет. Я сказал, что все хорошо, но я как прагматик, человек, который привык делать ничьи, я сказал, что, ну, прекрасно, не получилось подавить и ничья, слава богу. А она сказала, что вот немножко расстроилась бы на месте Яна после этой партии, потому что вот где-то не удалось войти в игру, при этом не удалось белым цветом оказать давление, и мы решили отложить этот вопрос. Вот я вам его задам, как вы думаете? Стоит ли Яна переживать по поводу этой первой партии, или все хорошо? Ну, я думаю, что переживать не стоит. Мне кажется, он не будет переживать, это не очень в его стиле. Он, в общем, и после даже поражения неприятно довольно быстро как-то выбрасывает это из головы, мне кажется. Поэтому я не думаю, что для него это повод для переживаний. Мне кажется, да, что он посмотрел, поискал какие-то варианты, не увидел особых перспектив играть на победу, ну и ладно. Правильно, что быстро закончил. Первая партия все-таки, да, разведка боем, хоть это и восьмой тур официально, но по-хорошему мы воспринимаем, наверное, шахматисты воспринимают его как первый, и уж очень много воды утекло с тех пор. С марта 2020 многое изменилось, и форма в том числе. С этим восьмым туром, с этим восьмым туром вчера был, я честно признаюсь, вчера был небольшой анекдот. Я хотел пересмотреть нашу трансляцию, хотя бы немного, некоторые моменты, и хотел уже возмущенно писать Саше, потому что я зашел на наш Чистком.ру, да, и на YouTube, и захожу, и смотрю там какой-то глюк в трансляции, восьмой тур. Говорю, какой восьмой? Должен быть первый, Саша. Почему такое должно быть? Потом только до меня дошло, что тур восьмой. Вот это, наверное, самый популярный вопрос по поводу этого турнира. Вот для вас, как для болельщика, насколько уникально следить за турниром, в котором такой огромный перерыв между кругами, и воспринимается ли это все как единый большой турнир? Знаете, ну, я думаю, тут у всех по-разному. У меня, скорее, ощущение, что вот у нас там какой-то кусок времени выпал из жизни, да, у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то несколько месяцев, у кого-то год, да, но это вот просто кусок там вот из этой бесконечной ленты, да, конечной на самом деле, киноленты вырезали и убрали, да. И для меня, в общем, можно считать, что турнир продолжается без перерыва. В моем личном воспринятии. Хотя при этом вот все эти соображения о том, кто как играл в этом межсезонье, о том, кто там что успел подготовить, они все равно присутствуют. Вы, наверное, очень интересный взгляд. Вы, наверное, второй человек, который так говорит. И не случайно, что вы чувствовали наибольшую опасность от Гири, потому что Гири вчера на пресс-конференции сказал, по-моему, примерно то же самое. Он сказал, что такое ощущение, что мы как будто вернулись в 2019 год, и турнир продолжается с восьмого тура. Большая часть людей, наоборот, это воспринимает. Вот даже интересно, от чего это зависит. То есть, может быть, от насыщенности событий, может быть, от того, как люди привыкли тренироваться каждый день. Тут вот интересно. Трудно сказать. Трудно сказать. Но вот еще раз хочу сказать, что мне кажется, что Гири способен еще много всяких преподнести в оставшиеся части турнира сюрпризов. Он по-прежнему в борьбе, а тренировка по-прежнему небольшая. И сегодня он как раз играет с Ван Хао. Мы еще не обсуждали совсем эту партию. И что касается вообще китайских участников, они представляются нам таким большим двуглавым мистером Иксом, потому что совершенно непонятно, как они будут себя вести. Вчерашняя партия никакой свет не пролила. И мы много говорили вчера о Дин Ли Жене, потому что все-таки Дин Ли Жене перед стартом был явным фаворитом. Одним из явных фаворитов этого турнира. Но потом он им быть перестал. И сейчас, смотрите, как темная лошадка. А вот о Ван Хао не говорим почти ничего. И вот в этой партии Гири Ван Хао, насколько вот Гири явный фаворит, и насколько Ван Хао мы ждем вообще чего-то от него в втором круге? Ну, на самом деле, в первом круге Ван Хао, по-моему, всем убедительно доказал, что не фаворит партии с ним никто, то есть заведомый. То есть любые очки с ним придется брать с боем, и это будет очень сложно. Действительно, он, по-моему, доказал в первом томе, что это игрок высокого уровня. Если кто-то в этом и сомневался перед началом, то, наверное, сейчас уже нет. Да, поэтому тяжело с ним будет всем. Но еще раз говорю, тут часто такая стойка, что любая осечка кого-то, это автоматически будет означать прыжок вверх кого-то другого, и почему бы не Ван Хао? Тоже вполне возможно. Мне скорее интересно, как должен себя вести в этой ситуации Дина и Жень, потому что, казалось бы, вот ему нечего терять. Да, то есть что ему остается сейчас играть? Только максимально остров каждой партии, да? Вчера он этого не продемонстрировал. Вот это нас тоже очень сильно удивило. Мы обсуждали, что... Тоже с Екатериной в первой части эфира мы обсуждали, и как-то сошлись во мнении, что, наверное, Дин, если он хочет что-то еще сделать в этом турнире, то буквально у него есть 2-3 тура для этого. Все-таки, если речь идет, допустим, об одном очке отрыва, то там можно отложить рывок даже до последних 2-3 туров. Но когда речь идет все-таки о двух очках, то за 6 туров это уже приличная дистанция. И учитывая, что в этих двух очках еще 7 человек, еще 6 помимо лидера и уцейдера, надо, конечно, уже что-то делать. И в этом плане нас действительно очень удивило, что вот так спокойно согласился в ничью Дин. Но, пожалуй, может быть, для него сегодня одна из последних возможностей? Сегодня очень хорошая возможность, потому что явно ваш янограф немножко выбит из колеи психологически вчерашней партии. Должен быть. Хотя я думаю, что все-таки игроки, которые дошли до такого турнира, у них должна быть броня крепкая у каждого. Но, тем не менее, все равно выглядит так, что вот сегодня шанс у Дина. Да, есть такое ощущение. Но вы сказали по ходу этого эфира, употребили выражение французский тезка. Такое ощущение, вот хочется спросить, следите ли вы за карьерой вашей янографа и как-то, может быть, симпатизируете ли ему? Вы знаете, да, ну как, слежу, насколько это возможно. Мне кажется очень справедливым, что он в итоге попал в этот турнир. Не с точки зрения формальной спортивной справедливости, а с точки зрения некой высшей справедливости, потому что, на мой взгляд, он действительно устойчиво. Там последние годы входит в первые десятки. Да, и есть в этом некая высшая справедливость, что он туда попал. Несмотря на то, что, конечно, обидно за Раджабова, который тоже заслужил. Я не оцениваю сейчас конкретные решения. Я говорю о некой высшей справедливости с того, что он в этом турнире играет и более того, что он реально зажег в первом клубе. Но, а с другой стороны, является ли он шахматистом, который должен стать в этом турнире лучшим и выйти в матч претендентов? Не знаю. Знаете, мне вот ситуация... Я Максима перебью, но мне ситуация вообще вот этого турнира напоминает примерно ситуацию, когда мы пришли с Эмилем Сутовским, приходили играть к Максиму в его квиз. И там заключительный раунд, где каждая команда выбирает до того, как услышать вопрос, какую ставку поставить на партию. И согласно этой ставке... На партию, да? На партию. Да, 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 ну вы поняли. Оговорка понятная, да. И, соответственно, ты можешь рисковать очень сильно и ставить максимум очков, которые у тебя есть. Но если ты ответишь неправильно, они все сгорают, эта сумма сгорает. Если же ты ответишь правильно, то она увеличивается. Ну, согласно той ставке, которую ты поставил. И здесь у игроков примерно такая же ситуация. Что делать? Рисковать или нет? Осталось шесть туров. Можно пойти вперед, но если ты обожжешься, да, если ты проиграешь, то турнир, возможно, для тебя просто будет завершен в борьбе за первое место. И как играть? Кому как построить? Ну, наверное, у Динг Лежения... Точно таких вопросов нет. Вряд ли он может подождать, пока все другие наверху передерутся и опередить. То есть у этого шахматиста... Мало шансов, да. То есть если он сделает пять ничьих и одну партию выиграет, ему этого не хватит. Я думаю, ему в любой момент придется рискнуть. Но вот мне кажется, я могу ошибаться, но все-таки рано или поздно в такие моменты приходится рисковать. То есть крайне редко приходит... Крайне редко удается вот в играх победить вот совсем не рискует, тем более, когда ты отстаешь. То есть, ну, не знаю, как заложено ли это именно в квизе, такая идея, но мне кажется, что здесь все-таки кому-то придется рискнуть из застающих, если вот с первых туров не удастся. И, правда, вот Круана может попытаться в гладком ритме догнать, если у него все будет так же залетать, как вчера, по новинкам, по всему. То есть, ну, посмотрим. Ну, я просто хочу сказать, что, во-первых, вот как ведущий квизы, я, естественно, всегда симпатизирую тем, кто рискует. Но при этом они далеко не всегда выигрывают. И Круана, нельзя сказать, что вообще он не рисковал. Да, у него была сильная заготовка, но какая бы она ни была сильная, но все равно там остаться без трех пешек в самом начале, это нельзя назвать гладкой игрой. На самом деле, мне кажется, что вопрос рисковать или не рисковать в первую очередь сейчас актуален для Яна. Да, конечно. Да, потому что мне кажется, что вот Круана точно будет играть во всех партиях агрессивно, будет давить, ну, просто потому, что он ощущает свою силу. Да, и вчерашняя партия еще раз ее доказала, да, то есть он будет играть с позиции силы, где-то, может быть, и оступится из-за этого. Для Яны это вопрос прямо вот острый, тактически. Но это действительно, вот мой опыт участия в квизах, он показывает, что для лидера это самая тяжелая задача. Вообще для лидера, для любого лидера самая тяжелая задача, рисковать или нет. Потому что преследователям проще, они понимают, и тем более Круана, по-моему, он еще, я добавлю, к тому, что вы сказали, мне кажется, Круан по-другому и не играет в принципе. То есть он всегда играет первым номером, он, по-моему, много лет себя воспитывал на том, чтобы играть первым номером. Ну, матч с Карлсоном, мне кажется, был немножко другой в этом смысле. Ну, наверное, единственное исключение в его карьере. Ему пришлось, может быть, наступить на горло собственной песни. И, может быть, просто потому, что он понимал, что там игра первым номером может закончиться разгромом на контратаках. То есть, и он наступил, собственно. Ну, и плюс матч на первенство мира это такое соревнование, может быть, о котором мы еще там отдельно поговорим, это такое специфическое соревнование, к которому там готовятся колоссальные команды, где там проработка мельчайших нюансов, она доходит до такого предела, за которым уже часто даже и жизни нет. То есть, там уже ради к этой одной партии перерабатываются там тонны шахматной руды. Здесь все-таки даже в турнире претендентов такой детализации нет. Хотя и близко к тому. Вот как вы думаете по этому поводу? Ну, вот мне это немножко странно, на самом деле. Меня всегда волнует и интересует этот вопрос. Да, вот. Больше года было на подготовку. Казалось бы, можно было очень много чего придумать. Вот такого, что вчера показал Каруан. Кто проделал эту работу и проделали ли вообще? Вот совершенно не очевидно и очень интересно, да? Потому что... Вот я, например, вспоминаю тоже... Вот этот вопрос меня волновал, например, когда был матч Карякина с Карлсеном. Да? Тоже казалось бы, там каких-то новинок особо не было. Были очень сильные плотные шахматы, не было каких-то вот теоретических прорывов. Может, это... Я чего-то... Не увидел, да? Оказалось бы, а где еще они могут быть? Вот это... Понятно, как это работает. Этот вопрос, он волнует и всех профессионалов, потому что все время мы ждем... Есть, честно, для профессионалов, вот, которые, может быть, и не связаны с комментированием или с аналитикой, наверное, самая интересная часть любого такого большого соревнования это дебют. То есть, в первую очередь, посмотреть, как что происходит, развитие мыслей и так далее. Когда действительно вот вчерашняя партия в этом плане, ход С3, он порадовал, потому что это попытка, именно вот прямая попытка разгромить вот на прямом направлении. Давно такого не было. То есть, пожалуй, мы со времен матчей Каспаров-Карпов, да, к этому привыкли, где вот матч на Терриство мира был именно острием мысли шахматной и где постоянно менялись оценки, перерабатывались устои. И вот то, что вы говорите, это, наверное, есть ключевой вопрос. То есть, является ли это отражением современных шахмат, в которых трудно что-то придумать или не могут придумать конкретно вот эти люди? Это большой вопрос. И у меня нет на него однозначного ответа. Но здесь же еще вопрос не только придумать, да, но так, ну, иметь возможность применить, то есть, это какая-то удача, чтобы, во-первых, иметь новинку или заготовку или какой-то план и чтобы соперник пошел именно на этот вариант. Домашняя работа, это часто, мы видим верхушку, верхушку айсберга и огромной считается удачей, чтобы вот твоя подготовка выстрелила. Часто готовишься, готовишься, готовишься часами, днями, месяцами, и не только ты, но и огромная команда. А мало того, что это надо еще воспроизвести, если это встретится, ну, приходишь на партию, соперник там избирает совершенно другой дебют, другой план, который ты... Да, я играю таянскую партию, а вы что играете? Примерно, да, из этой, в этом ключе. Реально же заготовка, должно быть не одна. Безусловно, и на все варианты, и на все дебюты, но... Этого, знаете, наверное, часто видно после уже турнира претендентов или матча, после того, как человек в нем играет, и неоднократно в шахматной истории был такой феномен, что претендент или чемпион после матча выигрывает все подряд турниры на том запасе, который у него был. Таких примеров много, и, ну, опять же, важно-то выиграть претендентский, важно, потом-то уже часто не важно, как выиграть, важно выиграть данный конкретный момент, и это, конечно, ключ ко всему, то есть, ну, хорошо, а все-таки, если конкретно к партиям, потому что у нас... А давайте прогнозы, да, прогнозы от Максима Паташова. Максим, вы как к прогнозам относитесь? У нас здесь конкурс прогнозов идет, и надо на каждую партию... Я хорошо, но делать их не умею. А вот я так же, примерно, я не умею делать, но, правда, я отношусь по этому не очень хорошо. Вот, но, тем не менее, если вот необходимо поставить какой-то результат каждой из четырех партий, у нас четыре сегодня встречи, Алексеенко, Каруана, у нас три возможных результата. Как бы вы проголосовали? Давайте я буду оптимистичен и скажу, что ничья. Я тоже такой же результат поставил. Евгений, сверим наши карты. Я могу, на самом деле, да, я буду, безусловно, да, болеть в этой партии за Кирилла, но предположу, что все-таки победит Каруана. Так, то есть Евгений менее оптимистично настроен. Мне понравилось, выражение. Я думал, что оптимизм будет касаться победы Кирилла, но настолько далеко наш оптимизм пока не распространяется. Но, в любом смысле, если он выиграет сегодня, то он, может быть, даже может включиться и в борьбу за первое место. Ну что же, хорошо. Две ничьи у нас и 0-1. Такой результат от нашей панели экспертов. Дальше идем. Доска номер два. У нас сегодня Гири Вангхау. По крайней мере, по камерам так стоит. Какой результат в партии Гири Вангхау? Какой прогноз Максим бы дал на эту встречу? Ну, я уже сказал, что Вангхау ни для кого нелегкий соперник. Но мне вот почему-то кажется, что Гири сейчас в очень хорошей форме и поставлено 1-0. Так. Евгений? Думаю, что все-таки Вангхау стоит. Но поставлю, да, поставлю ничью в этой партии. Ничью. Я тоже ничью сделал. Я тоже. Я долго думала и поставила ничью. Так, идем дальше. Доска номер три. Грещук. Непомнящий. Это наша ключевая, безусловно, для нас всех. Самая, да, интересная, наверное, партия сегодняшнего дня. Я считаю, что эта игра будет на три результата. Там может быть вообще все, что угодно. Ну, вот. Такие игроки, которых предсказать вообще нереально. Да ничья, я думаю, все равно. Так. Евгений? Давайте патриотично поставим на ничью, да. Я тоже, да. Я тоже решила никому не отдавать. Так. Ну, борьба будет борьба будет очень суровой, да. Да, и я еще раз повторю, потому что наши шахматисты давно уже всем доказали, что как раз наши шахматисты будут друг с другом всегда рубиться самозабвенно и до последнего патрона. поэтому тут дух мне быть не может, что играю на три результата, но мы думаем, что ничья. Ну, хорошо. У нас тут три из трех, а именно ничья. Кстати, насчет, знаешь, насчет твоего прогноза, что будет большая борьба, я не знаю, потому что это зависит от того, как Александр воспринял поражение, да, вчера. После поражения всегда не так просто играть. И как... Я думаю, здесь многое зависит от дебюта. Как дебют будет разыгран? Насколько угадает или не угадает? Потому что если не угадает Александр или получит ту позицию, которая ему будет не нравиться по каким-то причинам, возможно, достаточно быстро сыграют шахматисты. Но это... Можно я еще два слова? Да, конечно. Скажу, что я всегда очень болел за Грищука, но при этом в этой партии в силу, в первую очередь, турнирных раскладов, не столько личной дружбы, сколько именно стойки, буду очень болеть за Яну. Несмотря на то, что считаешь, скорее ничего. Хорошо. Ну и четвертая партия... А вот через момент, прежде чем четвертая партия, как раз уж мы так обсудили, мы чуть-чуть Грищука за скобками... Вот все-таки, как вы думаете, у него есть еще шансы побороться или все-таки вчерашняя партия поставила крест на его надежду? Вот глобально. Мне кажется, что для двух шахматистов сегодня момент истины. Вот это Грищук и это Дин. То есть вы думаете, что сегодня уже, можно сказать, последний шанс для них скачить на подножку, да? Ну, Алексеенко мы берем за скобками, потому что мы на него и не рассчитываем в этом плане. Нет, ну почему? Если он выиграет сегодня, Алексеенко, значит, вот он в борьбе уже. Да, то есть можно сказать, что для трех, ну, для двух, скажем так, предстартовых фаворитов, то есть для них действительно возможен последний шанс. Хорошо. И четвертая партия, Саш, какая у нас? Дин Клижень, Максим Вашьел, Аграф. Такая вот у нас встреча. Ваш прогноз, господа. Ну, тут интересная ситуация. Я скажу так, если Дин не пойдет в какую-то вот прям очень сильную атаку, да, я просто не пойму. Вот, но при этом вот в этой атаке вполне может Вашьел перехватить. Да, то есть я я бы сказал, что в этой партии не должно быть ничьей. Скажем так. Подставлю все-таки на 1. 1-0. Так, Евгений? Интересный, да, интересный прогноз. Вот эта партия, если честно, я вот когда думал о том, как будет сегодня проходить эфир, как будут складываться партии, эта партия меня тоже вызывает больше всего вопросов. Я не могу проникнуть в мысли Дина, то есть если, допустим, европейских игроков, я могу сказать, что примерно понимаю, о чем они думают, но вот китайцы остаются загадкой и насколько вот он, насколько для него вообще вот актуально это соображение, которое актуально, да, для нас, для русскоязычных спортсменов, что вот сейчас последний шанс, надо пробовать, или он просто будет играть, исходя из какой-то своей философии, то есть сложно сказать. Поставлю, поставлю он все-таки, он прагматик, и мне кажется, он будет играть по позиции, но Максим немножко не уверен в себе, поставлю все-таки на ничью в этой партии. На ничью. Так, ну а я поставила на победу тоже Динго, потому что Максим, тяжелый для него был удар вчера, это было видно по пресс-конференции, и после Вейканзея, то есть это продолжается, да, его полоса, выбраться вот из такой серии неудач, переломить, ну только с помощью соперника, разве что, так как у меня получалось три ничи до этого, я хотела хоть один результативный, какой-то результат поставить в прогнозах, поэтому, да, поэтому я поставила один-ноль, ну поживем, увидим. Но статистически твой прогноз, наверное, наиболее обоснованный, потому что сколько сейчас пока 11 из 32 результативных партий, то есть, ну примерно, примерно, по-моему 11, если мне не изменяет память, но примерно треть, то есть, поэтому, ну можно ожидать, что, наверное, одна из четырех партий будет результативно закончиться. У тебя тоже, один результативный результат ты в своих прогнозах, да, вот на партию Алексеенко-Каруана. Что же, я все записала, у меня все записано. Поживем, увидим. Уже через буквально 13 минут будут пущены часы в девятом туре. Наверное, мы можем уйти на небольшой перерыв, чтобы нашим зрителям показать как раз, как голосовать, как эти прогнозы поставить самостоятельно, если они захотят это сделать. Это в первые пять ходов каждой партии можно сделать. И, конечно, хочу поблагодарить Максима за то, что он пришел к нам в эфир. Скажу, что в детстве у нас родители всегда включали что, где, когда, и нам говорили с сестрой, что вот смотрите, у нас знатоки для нас были как в современном языке так называемые role models. Вот это люди, которые делают, зарабатывают на жизнь, делают деньги своим собственным умом. Какой-то такой... Ну, так, по крайней мере, нас учили родители. На самом деле, это шахматисты зарабатывают на жизнь своим собственным умом. Я, например, наверное, им же, но вовсе не в игре. Ну, что же, так или иначе... Я от себя два слова буквально добавлю. Я о многом еще хотел бы расспросить. Если честно, да, не на все далеко времени хватило, но я вот присоединюсь у нас там в наших чатах зрители восторгались и как бы уровню вашего восприятия шахмат, но я вам скажу, дорогие зрители, что мне кажется, что когда ты общаешься с знатоками такого уровня, то о любой тени, мне кажется, Максим Аскарович мог бы поговорить не хуже, но практически о любой. Но в любом случае я действительно восхищен уровнем погружения в турнир и дай бог, если все наши выдающиеся гости будут демонстрировать такой же. Спасибо вам огромное. Мне было очень интересно на самом деле побеседовать и еще раз желаю удачи все-таки. Я на непомнящему в этом турнире важно для меня. Спасибо. Спасибо и надеюсь до скорой встречи. Спасибо. А мы вернемся вот-вот в эфир будем смотреть за девятым туром. Спасибо.